Сегодня наша рембригада снова работает в Световкарском лесозаводе и опять наша главная тема это печные трубы. Местные жители уверяют, мало того, что заявки на ремонт не принимают, так и печника в управляющей компании РКОН попросту нет. Смотри какие дыры, они вон, видите что творится там. Если она топит в большой комнате, у меня идет черный дым, там где я сплю. Я вот открываю печку и там валяются единственные кирпичи. Я в этом году ходила в ЖУ, мне заявление не взяли, они написали в журнал. Эта заявка для печника поступила в РКОН в начале марта. 7 марта пришла эта женщина, посмотрела, я ей все объяснила, она говорит, я это сделать не смогу. Лично приходила мастер подписывать бумагу, подпишите, что у вас печки в хорошем состоянии, нам для отчета надо. Да я говорю, ты что издеваешься, сколько лет в плохом состоянии печки, почему я такую бумагу должна подписать. Если подпишешь, мы тебе печника пришлем, отремонтируют печки. Ты и вот, да сиху. Ты подписали. Я подписала, надеяла, что она не обманет, это была последняя надежда. Люди уверяют, раньше за коммуналку платили исправно. Когда дом признали непригодным для жилья, перестали. По словам жильцов, даже 300 рублей за это уже перебор. За что я вот эти 300 рублей, я в баню схожу два раза на эти деньги, от грязи отмыться, от вони. Давайте посчитаем, во сколько нам обходится это гнилое жилье. Значит, в баню в неделю сходить 170 рублей, а в месяце 4 недели. В белье постирать прачечное 200 рублей одна машина, две как минимум нужны. Дрова выписать, пять машин, по пять тысяч машина. В управляющей компании страсти накалились до предела. Даже суты вас не надо. Подождите, подождите, подождите. Скажите, пожалуйста, а в штате печник у вас есть свой? Конечно. То есть вот сейчас можно его найти? Сейчас печник работает на объекте. У Рэкона своя правда. Они отвечают только за общедомовое имущество. Печи стоят в квартирах, а значит, это собственность жильцов. И по закону ремонтировать их положено за свой счет. Муниципальные квартиры за деньги города. По согласованию с администрацией города мы дали заявочку в администрацию на необходимый ремонт, капитальный ремонт отопительных печей в муниципальных квартирах. Как будет решаться вопрос, я не могу сказать. Реакция людей вполне ожидаема. Вкладывать кровное в развалюху никто не хочет. Печники просят за свою работу до 25 тысяч рублей. Что, сами должны люди печь, каримотерить. Да я так сделаю, через пять минут сгорит весь стол. Разобраться сами жильцы и управляющая компания здесь не может. Нужно вмешательство третьей стороны. Жильцы не понимают, за что они платят, что они должны делать, что должна делать обслуживающая организация. В итоге много чего непонятного. И когда это все станет понятным, никому не известно. Борис Попов, Артем Соколов, Рембригада, телеканал Юрган.